Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Ненинского округа не превышен. За прошедшую неделю зарегистрировано порядка 400 случаев УРВИ, в основном среди взрослого населения. Александра Литкова продолжит. Осень – традиционное время сезонного всплеска острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа. Как считают специалисты, это связано с изменениями температурного режима и началом учебного года. «Подъем заболеваемости у нас начался на территории Ненинского автономного округа с 38 недели, то есть 16 сентября 2019 года. На 39 неделе у нас был превышенный ПИД-порог у взрослого населения на 81%, это население старше 15 лет. На 40-й, то есть в предыдущей неделе у нас было зарегистрировано 444 случаев УРВИ, пороги на предыдущей неделе у нас превышенные не были». Практически все так называемые простудные заболевания являются заболеваниями вирусной природы. Источником УРВИ является больной человек, который зачастую становится им еще до проявления первых клинических симптомов. Поэтому защищать себя от заражения врачи советуют регулярно. «Во-первых, необходимо соблюдать основные принципы здорового образа жизни, то есть это правильно рациональное питание, соблюдение режима отдыха. Необходимо часто находиться на свежем воздухе и соблюдать правила личной гигиены, так как вирусы передаются не только воздушно-капельным, но еще и контактным путем, то есть через рукопожатие, через игрушки и прочие предметы общего пользования». Главное при этом – регулярность всех мер. Что касается гриппа, одним из самых эффективных способов защиты от инфекции является своевременная вакцинация. Защитный эффект наступает через две недели после прививки, а полученный иммунитет сохраняется в течение года. В Нинецком округе кампания по массовой вакцинации стартовала месяц назад. За этот период привито почти 6 тысяч человек, или 61% от плана. «Кто должен у нас прививаться? В первую очередь это декретированная группа, в которую входят работники образовательной сферы, транспорта, медицинские работники, работники торговли, предприятия общественного питания, то есть те люди, которые ежедневно общаются с большим количеством детей. Следующая категория – это, естественно, дети школьного и дошкольного возраста, студенты. И еще категория, которая должна обязательно у нас прививаться – это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также беременные женщины». Специалисты напоминают, если вы все-таки заболели, воздержитесь от посещения работы, оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений.